доброго здоровья друзья привет сегодня 3 ноября и мы находимся с вами опять же в лесу павлоградском районе только мы проехали уже намного дальше посмотреть что же здесь так сказать провести разведку я на два метра отошел от машины нашел уже масленок и нашел поличок я нашел еще пару маслят но не были червивые как ни странно вроде бы уже холодно а червячки все равно ведут свою бурную деятельность позавчера мы ездили на разведку шульговку там есть лесополоса сосновая вдоль канала днепр-донбасс мы хотели найти там рыжиков и мы нашли там рыжиков х но они уже были какие-то подмороженные и старые сделали вывод что там уже отошли эти грибы но я слышал что в этом лесу можно найти свежайшие экземпляры рыжиков очень много горькуш сейчас и среди этих грибочков мы натыкаемся на поличок и и ось молодеценький почти вся ножка была в хвои еле-еле вот этот каштанчик виднелся как же мог не увидеть сразу хотел сделать проводочку медленно чтобы вы насладились пейзажем но перевел взгляд под ноги и посмотрите что здесь какие толстоногие аки белые их не аппарата я недавно звонил лодочнику в село орлик и спрашивал как же дела обстоят на острове и он мне сказал что там сейчас много именно вот таких вот прекрасных поличков как в прошлом году можете посмотреть прошлогоднее мое видео тоже начало ноября мы там затарились неплохо польским целое семейство я нашел да и что интересно в основном здесь вот одного возраста молодого сосны но вот тут рядом со мной есть три старушки сосны самые толстые стволы и под ними как раз это семейство и располагалась думаю что кого-то мы по-любому здесь пропустили вот сразу всех увидеть невозможно обратите внимание как они сливаются с лесной подстилкой и катя подошла за мной уходит и и находит и находят грибочки такое семейство располагалась вблизи этих трех бабушек сосен нужно сказать что лицо уже замерзает хотя сейчас уже где-то часика в 11 наверно ну такой холодный воздух как в холодильнике наверно градусов 7 вышли на место где очень интересный ландшафт уже не равнинный такой посмотрите там даже не зимушка есть типа болотца молодые сосенки где можно искать гиграфоры казалось бы такое благообещающее болотца однако я здесь ничего путь него не встретил то ли здесь слишком открыто все видно а может быть уже все отошло я говорю о подберезовиках подосиновиках катя ноты хочу нибудь здесь нашла у этой низинушки да ты все-таки нашла гиграфорки и попала на семейство если место полечку разрешите я тут подлак мочишь думал беляш это поляк иногда лес сменяется с хвойного на смешанный появляются уже кустарнички такие лиственные и вот здесь я встретил огромного масленка масленок шальчервилый этот вообще больше похож на белого сверху если посмотреть вот этот нормальный маслятное место кто-то возле нас тут остановился будем вести себя тихо а вот и долгожданные гиграфорчики выросли под упавшей сосной то детки поэтому взросленькие особи такой букетик судя по вот этим сыроежкам их ударил уже мороз есть подмороженные грибочки главное идти перед катей чтобы самые красивые экземплярчики доставались мне полячок крепыш рядовки штриховатые или кто-то их может быть называют под зеленки кто-то серые рядовки сейчас не пользуются спросом пока есть еще полячки среди множества горькуш встречалась шлепка масленка этот на удивление чистый сколько маслят нашел сегодня и все были поражены червями в глубоком детстве когда мне было лет 7-8 мы с матушкой ходили за маслятами в сосновый лес машины у нас не было мы ходили пешком насколько могли уйти настолько далеко и ходили так вот среди маслят тогда нам начали попадаться польские грибы мы их называли каштановыми для меня была особая радость найти такой грибочек как-то редко они попадались что даже находка доставляла радости больше чем беляш а чего мы их каштановыми называли до был справочник советский в этом смотрели там какой-то каштановый был может быть и то есть каштановый может это так польские называют по-другому так нужно проверить не червивые ли они сейчас еще попадаются множество гиграфорчиков но к моему удивлению они оказываются тоже бывают червивыми мне даже страшно подумать сколько червей я уже поглотил так я не проверяю я не знал что не червивыми могут быть да ну значит все таки было мяско да в моем меню только вот катя сказала что они так маскируются хорошо как я и могу могу доказать обратно посмотрите их же так далеко видно а я думал их это он просто с формой шляпки такой будто их двое к сожалению этот был слишком червил и вообще много здесь таких валяется нашинкованных грибов хотя вроде бы похолодало не ну мошки летают комары грибные одинокий гиграфорчик сейчас мы проверим ну такие молоденькие вряд ли будут червивыми а уже побольше шляпка получается на срезе ножка полая здесь вот вроде бы ага вот как вы можете видеть вот как труба вот на срезе да казалось бы молодой экземплярчик червивый очень жаль просто я познакомился с этими грибочками уже после первых морозов а после первых морозов червячки все наверное погибли у масленка шляпа выбилась как у газконца не было надежды такие экземпляры к сожалению все уже непригодны а ну-ка катюша проверь этот идем с катюшей размышляем как мы будем отмечать нашу годовщину которая состоится 11 числа этого месяца и тут извините 12 точно в одиннадцатом году 12 и тут значит ей попадается на пути такой масленок а у меня тут как всегда какой-то причудливой формы непонятно он вроде как прятаться хотел а потом да спрятал голову экстраус но чистый тоже да на удивление очень прикольно он там в дубочках уже почти голых виднеется коричневая шляпа то ли уже срезана и брошена а да срезана и брошена потому как вон ее съели а вот это еще не срезана так я покажу со стороны смотрите не когда мне было заниматься обходить ну как хороший вроде да тугой хороший а вон еще нет нету не то редкие для сегодняшней грибалки кадры катя шо нашла и мошки блин какой же он красивый а я тут рядышком если ты не против масленочка возьму ну давай я поищу еще о масленочек сегодня тебе на беляши везет класс прям из муха ну а я тут поблизости пока маслят подрежу тоже такие классники все чистенькие стройненькие правильной грибной формы что значит мечты сбываются хотела катя беляша да кать и нашла всю дорогу беляши беляши где же беляши а у меня чистый y ладно не рви мне сердце ну давай зацени все таки место месту рознь и где-то попадаются уже подмороженные грибы где-то совсем свежие смотрите недавно вылезшие не червивые нужно ходить искать настоящий гигант но надежды очень мало на то что он хорош странно очень странно он хорош представляешь катя вот такой гигантела и чистый в общем надо не лениться проверять даже такие большие найденные мною маслята имеет такой шоколадный или нет светло-коричневый цвет а вот этот экземпляр как будто ему поплохело какой-то бледноватый вид имеет но тем не менее он чистый посмотрите молодой короче говоря сезон грибалки продолжается будем и дальше радоваться неужели да такой огромный масленок а ты что то там еще увидела а вон там мой масленок тервил контроль нормальный очень короткий световой день 3 ноября да еще и когда пасмурно в лесу становится резко темно будем мы наверное потихоньку двигаться к автомобилю и завершать нашу сегодняшнюю грибалочку но прежде нужно проверить одно беляшовое местечко сейчас мы туда и идем по пути к беляшовому местечку нужно собрать корзинку грибов потому что вряд ли там что-то будет потому что вряд ли там что-то будет а Катя бежит по передмену уже давай быстрей ты домой хочешь? конечно заметно грибов меньше стало но они же есть еще так что смотри внимательно Катя а вот по пути нам повстречалась поляночка грибная она же гиграфоровая поляночка вот такие крупные экземпляры прямо семьями здесь некоторые растут и вот видите такие кавеллы черненькие вот этот самый большой лучше сразу срезать и смотреть как он себя чувствует я разрешу Кате собрать разрешу вот этот самый крупный он червивый видите я как истинный джентльмен я как истинный джентльмен да разрешаю тебе насладиться сбором гиграфорчиков нет Катюша собирай ты они такие слыськи что от них червивые конечно же есть тут и червивенькие но есть же главное из чего выбрать вот этот чистенький как мушля нагаду я ты их сразу срезаю сразу и видно ну чё Катюша мы настоящие свеженькие гиграфорчики соберем уже после первых морозов поедем да? не расстраивайся хочу показать вот этот высокий гриб который стал приютом для грибных комариков сейчас мы этот приют разрушим о хороший некоторые спрашивают как их готовить очень просто моем очищаем от всяких там палочек и просто укладываем на сковородку они выделяют много жидкости воды в этой самой воде они провариваются прямо на сковороде а далее немного поджариваем ну и там по вкусу посолить поперчить можно хотите лучка добавьте короче очень вкусные грибочки кто не пробовал советую попробовать да вот мы и прибыли на местечко здесь нужно внимательно Катя смотреть правда здесь уже вытоптаны тропы к величайшему моему к сожалению пока не увидел я ни одного беляша и Катя тоже но зато не будет болеть душа что мы здесь не побывали и не проверили да не макать ну ты не расстраивайся мы ж взрослые люди ноябрь месяц что ты хочешь еще должна расстраиваться я не понимаю по-моему расстраиваться должен ты ну да хоть полюбуемся хотя ты когда-то в декабре находила ну да есть ролик на канале ну да если он в угарке затрячется и будет меня ждать то я его найду даже срезов нету даже признаков ну под собрали мы еды на зиму Катя на своем канале покажет как маринует да сейчас мы по старинке все сцепим в одну корзиночку чтобы никто не дрался о кусочек масленка крупный довольно кусочек так ну что порядочно набрали и на этой прекрасной ноте мы вынуждены с вами попрощаться до следующей грибалочки так что всем пока не забывайте подписаться на канал оставить комментарий и поставить лайк или дизлайк если вам не понравилось до свидания до новых встреч пока